Коллеги, добрый день. Знаете, как начну с хохмы, да, если, говорит, один другой говорит, у тебя есть вопрос, да, спроси у Робиновича, у какого? Да у любого. Значит, у вас есть персональный. Значит, коллеги, я позволил себе продолжить ту тему, которую замечательно Андрей начал. Я даже, как Андрей выступал, думал, а не чат ли депетит нам писал с вами выступление, потому что x процентов понятий будет перекликаться. Я построил свое выступление перед уважаемыми, замечательными нами с вами коллегами, очень приятно в такой тусовке находиться, где можно не с трибуны выступать, а по содержанию что-то поговорить. Значит, в такой, знаете, смесь технологической рефлексии и вопрос в воздух, кто виноват и что делать. И здесь я буду, скорее всего, адвокатом дьявола в контексте снятия вот этой главной напряженности. Я про технологии вообще не буду говорить, здесь масса специалистов, которые лучше меня в этом разбираются, но поскольку мы на передовой образовательной находимся с Константином и другими коллегами, то я бы хотел снять, затронуть один из главных вопросов, именно взаимоотношения кентавра систем, искусственного и естественного, чтобы снять вот эту напряженность и серия, а сейчас придет искусственный интеллект и всех нас погубит. Как только мы, как ламбурчик небольшой родился после выступления вашего, что когда вы произнесли термин ай-ай, а я подумал, что не превратились ли бы эй-ай в ай-ай-ай. Вот в этом контексте и будет мое выступление. И второй важный момент, который я хотел озвучить, что когда мы говорим про применение чего-либо в образовании, я хочу сразу антологическую свою рамку ввести, что я говорю с позиции, что образование – это процесс самостроения, построение картины мира, и в этом могу участвовать только я в результате некой коммуникации с кем-то или с чем-то и так далее. Мышление живет на бумаге или на экране, как говорят старшие наши методологи. Поэтому все вопросы, связанные, давайте что-нибудь запихнем в учащегося, это процессы подготовки, обучения. Пожалуйста, мы вот там, это отдельные вопросы. Я исхожу из того, что нужно, чтобы ребенок начал себя достроить. И здесь, переходя к конкретике, я с позиции как раз массовой школы обсуждаю того, что происходило с началом особенно пандемии, когда до начала великих ковидных ограничений все считали, что школа – это нечто сокровенное, там творятся чудеса, и ни одна школа не пускала в свои стены ни одну реальную деятельность. Поэтому, когда мы говорим слово «проектная деятельность» или «исследовательская деятельность», это, скорее всего, на выходе презентации, в которой что-то рассказано о том, как мы будем жить счастливо. Когда началась пандемия, все семьи увидели, а что ж такое образование, в его не самом хорошем смысле слова, и наконец поняли, а кто ж таки отвечает за образование. Батюшке, окажется, мы сами, как родители, да, и вот эта вот стена-то оказалась стеклянной, и король-то иногда не очень одет, то вот эта сокровенность школы, она как раз показала, что цифра и искусственный интеллект, как ее проявление, как один из ее частей общей цифры, и она не только некоторым помогает, некоторый процесс ускоряет, но и как и любой катализатор проявляет все – и хорошее, и плохое. И вот из этой рамки, как бы, мы и дальше обсуждаем то, что происходит в школе вместе со всеми хорошими, и плохими, и отрицательными. Несколько примеров из того, что вокруг, если кто-то знает, замечательный российский стартап Мишка AI, когда в плюшевую игрушку зашита некоторая правильная схема с подключением к облакам и к искусственному интеллекту, которая помогает через игровые форматы детям, дошкольникам формировать правильные компетенции. То есть никогда родитель становится чудищем, который зудит, почи зубы, заправь постель и так далее, вставай, пора в садик и так далее, а привычный ребенку, любимый медвежонок, ласково утром, говорит, пора вставать и так далее, и так далее, и вот этот барьер психологически снимается, это как пример хорошего помощника и так далее, и так далее. Уже не буду уточняться, напомянутый сегодня неоднократный GPT, который может разные вещи делать, и дальше, знаете, это вопрос, как вот можно взять и сказать, что, как вот Андрей совершенно очень четко отметил, у нас нет средств второго уровня оценки, поэтому мы, здравствуй, племя молодое и незнакомое, да, гораздо проще запретить, что в ряде сегодня и слышно, после особенно первых кейсов, когда студент сдал диплом, написанный GPT, ай, какой кошмар, ну сдал. Константин, я с вами очень согласен, да, что орфография в Ворде никак не повлияла на повышение грамотности русского языка в целом, не только по стране, но и по миру. Поэтому здесь как раз вот тот самый вопрос запретить нельзя использовать, как яркий пример воспринимания этого в штыки. Но, опять же, пример из кейс, простой, применение искусственного интеллекта, сеточек для восстановления архивных фотографий и так далее. Можно сказать, баловство, а можно использовать на уроках истории, как классный инструмент изучения реальной истории на реальных фактах, а не серии «мама прожила свою жизнь, как-нибудь справится и с твоей». Вот поэтому вот эти варианты такого вспомогательного инструмента для педагога, который можно использовать. Но еще раз я подчеркну, что я говорю из рамки, что мы воспринимаем систему образования как наращивание себя, как самостроительство, а не как задача передать некий объем сведений, чтобы ребенок отчитался максимально близко к эталону, что он его воспринял. И в этой ситуации тогда все эти разговоры, тогда роль педагога не конкурировать с Яндексом и Гуглом, когда знаете, как многие, вот мы запретим телефоны, потому что мы еще не успели тему классного занятия написать, а они уже в телефоне. Ну так ты не пиши тему классного занятия, дай ее задание накануне, а утром, придя на урок, обсуди с детьми то, чего они не поняли по данной теме. Зачем ты соревнуешься с Яндексом, ты точно проиграешь. Ты лучше соревнуйся в том, как Яндексу или тому же GPT запрос поставить и научи вот в этом контексте вопрос об учителях информатики и всем остальном. Вот, и как вот Андрей сегодня прекрасно показал эту картину, да, не надо соревноваться, это подлинник или подделка, обсуждайте разницу цветопередачи и так далее, и так далее, но на конкретных ресурсах, как раз для тебя это просто один из ресурсов. Поэтому вот здесь мы выписали традиционные крики ай-яй-яй, которые вот как раз превращают эй-ай в ай-яй-яй, которые мы сегодня слышим. И поэтому я согласен с Андреем, что ключевая проблематика это мыслительный разрыв. Непонятно зачем, куда и так далее. Андрей меня вытащил в моей фразы, когда я обычно тоже говорю, что все побежали и я побежал. Это было, когда, например, мы внедряли по всей стране в свое время интерактивные доски. То есть у тебя сельская школа, где один класс, где электричества нет, но сосед заказал интерактивную сумму, значит я должен две заказать. Почему две? Потому что у соседа одна. Вот. Поэтому вот здесь как раз важно, какие функции передавать, какие поручать искусственному интеллекту. Но важно понимать, что главная фишка цифровизации, в отличие от информатизации, это не улучшение деятельности, не упрощение, а изменение. Пример Uber и Яндекс.Такси. Принципиальная смена бизнес-процессов, модели владения, системы активов и всего остального. Это не улучшайзинг, это изменение, это другие процессы. Вот замечательно, вот представитель компании Skyeng всегда восхищаюсь именно структурой организации и деятельности компании, как потерпевший папа и с другой стороны, как знакомый, с другой, мы вместе с вашей компанией делали один из курсов. И здесь вот система за счет цифры работы педагога, удержания клиентов и так далее, и так далее, это другие модели, которые возможны только с использованием цифры. То же самое здесь с AI. Бежим дальше. И вот когда мы говорим про наших педагогов, то когда начинается вот этот весь хайп на тему «яй-яй, нас уволят», мы всегда говорим, что товарищи, а давайте честно зажмуримся под одеялом и с валидолом в руках, обсудим, а школа это что? Через предельные развилки. Они предельные. Такого никогда в жизни не будет выбора. Но давайте честно, никому не рассказывая вслух, просто зададим себе вопрос. Андрей, я продолжаю вашу эстафету про вопросы. И как мы на самом деле этот применим, сейчас мы строим уникальную школу в Норильске, строим в плане именно издания и проектируем педагогическую всю сущность. И вот первую встречу с городской администрацией из заказчика мы начали с этих развилок. Валидола было много. Но в результате принятых решений, что мы все-таки, знаете, как в аджайл-манифесте, стараемся утянуться направо, не забывая про лево, школа получается другой принципиально. И тогда вот эти вопросы, а что делать с искусственным интеллектом, они просто не встают. Ну как? Объективная реальность, данная нам в ощущениях, говоря словами Ленина. И вот здесь, опять же, если мы подходим к школе с позиции антропологического поворота, опять же, сегодня звучала эта тема, когда меняется вся сущность образовательность, перехода от главенства норм, главенства все-таки цели, полагания, картины мира и так далее, то тогда, соответственно, мы говорим, что образование – это диалог со счастьем. Давайте понимать образование не как процесс, а как способ получения удовольствия в жизни от самостроения. Мы в свое время вот как раз для норильской школы выдвинули вот такой лозунг – кто такой главный девиз школы? Мышление, могущество, мотивация и благополучие. Через это все дальше решаются уже все остальные вопросы. И тогда, соответственно, если школа работает под таким девизом, то можно жить дальше. Два слова, как это, записки потерпевшего. Мы как раз делали в 2020 году самую масштабную программу для руководителя школы России по цифровой трансформации. Это был, значит, в программе принимал участие, даже здесь скромно написано, более 18 тысяч директоров и замдиректоров школы из больше 80 субъектов. Делали мы все это на бесстрашной платформе, я заканчиваю, бесстрашной платформе гиперметод. При этом была уникальная ситуация, когда все компании, к которым мы обращались, говорили, как это, вот такой набор требований, в том числе ключевая возможность peer-to-peer, горизонтального оценивания работ, проектных работ друг другом, у нас не было экспертной оценки, у нас было peer-to-peer. И это, кстати, была самая главная боль директоров школ, как это у нас оценивает, не эксперт, а такой же Вася, как и я из соседней школы. Такого не бывает. То, соответственно, вот здесь эта система как раз выдержала. И мы, я сейчас два слайда из этой рамки кратко скажу, что уникальные получились возможности, потому что ни одна из других платформ не позволяла совместить оперативность изменений. Мы Диме писали в чат вечером, что у нас директора не могут найти кнопку такую-то, но утро был новый инстанс, выкатанный на боевой релиз, и кнопка была уже в другом месте, в нужном цвете. Потому что 18 тысяч директорам нельзя объяснить, а нажмите на кнопочку в другом месте, если они ее не видят. И вот здесь как раз это была вот такая колоссальная программа, где, из которой мы вынесли вот такой вот, мы это назвали ад потерпевшего. Первое, что колоссальный объем затрат наших ручных уходил на поддержание коммуникации. Представляете, 15 тысяч человек в чатах. И если бы половина из них, да, заставить читать часто задаваемые вопросы невозможно, вы же понимаете, это же директора школы. Вот, поэтому вот если бы в этот момент возможно применение тогда было того же чата GPT, мы бы с Димой имели меньше седых волос вместе там с Александром и другими командами гиперметода, чем мы имеем сейчас. Второй колоссальный момент – это вот та самая ручная проверка со вторым раундом, в том числе, отдельная тема – это поддержание коммуникации, когда видно, что вот сегодня обсуждалось, затухает некая активность, и надо что-то вбросить. Причем тут опыт показал, что неважно, что ты вбрасываешь, ты Ренбрандта вбрасываешь или точка-точка, запятая. Главное, что-то в канал вбросить, а дальше еще поехало, дальше модерируй. Вот эти функции, опять же, могут взять на себя те же самые GPT и так далее, и так далее. Ну, а про оперативную аналитику, что, эй, эй, посмотри, там вот затухло, тут вскипает, вот коллеги делали руками, в том числе анализ нагрузки, переброс серверов и так далее. Вот здесь это можно точно делать с помощью AI. И заключение, все-таки я хочу о том, напомнить, что надо рассматривать, нельзя рассматривать отдельно искусственный и естественный интеллект. Мы должны рассматривать именно кентавр-системы, где сочетается искусственное и естественное. Сегодня очень большое это отдельное направление, когда учится одновременно человек вместе с искусственным интеллектом. И вот это сегодня является одним из перспективных направлений. И понятно, где граница. Никакой искусственный интеллект не может взять на себя функции передачи человеку культурных норм, т.е. воспитательная только не работа, а воспитание. Вот не воспитательная работа, сколько с тем мероприятий, а настоящее воспитание, как передача культурных норм, как система навигации, образовательной навигации запросов, построения персональных образовательных маршрутов и так далее. С другой стороны, ни один человек, какой бы талантливый учитель не был, никогда даже в сельской школе на 100 человек не реализует персональную образовательную логистику. При попытке составить расписание, получат инфаркт вместе с инсультом в момент. Поэтому вот это гармоничное такое сочетание одного с другом, плюс используем всех этих нейроинтерфейсов и всего остального, как раз и обеспечивает выживаемость. Ну и вот опять же, когда учителя начинают бухтеть, мы говорим, ответьте себе второй раз, валидол возьмите, ответьте на такие вопросы только честно. Ты как учитель кто? Зачем ты пришел в школу? Насколько ты пришел в школу? И если этот тест пройден, то дальше, соответственно, педагоги могут уже обсуждать содержательно любые вопросы. В завершении я процитирую двух своих одного коллегу-наставника и ментора Анатолия Михайловича Кашпировского, который всегда говорил на всех наших встречах, настоящий учитель тот, кто учит человечности. И прибавлял, что человечества всегда будет не хватать настоящих учителей. И если учитель, находясь в школе, претендует вот на эту рамку, то ему никакой и яй не страшен. А из позиции учителя можно процитировать Высоцкого, который говорил, не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь. Не волнуйтесь, я не уехал, не надейтесь, я не уеду. Спасибо. Коллеги, вопросы? Коллеги, вопросы? Константин обещал меня пихнуть. Понял. Вопрос, может быть, ответ, на который, может быть, не прозвучит, ну или, по крайней мере, а что если, когда мы говорим про фейки, да, и вот про всю эту историю, где там правда, где ложь, а что если у чат G5 есть умысел? А ответ на этот, гипотеза ответа, я хоть и Рабинович, но отвечать не буду, гипотезой положу. На мой взгляд, есть рецепт противоядия, называется просто критическое мышление. То, чем и должна заниматься школа. Если мы со школы и в вузах развиваем у человека критическое, системное и дальше, дальше мышление, то не страшен и умысел. Поборем. Отфильтруем. Так, коллеги. Бруткин Михаил, компания Неватон, производственная медтехники. В данном случае у меня, скорее, не столько вопрос, сколько реплика многодетного отца. Так получилось, что у меня такие замечательные дети, учатся в физмат-лицеях, все прекрасно. И вы говорите о правильных вещах, о том, что, ну, условно, хорошему учителю AI не страшен. Но вопрос, я прекрасно понимаю, что мои дети во многом уникальны, и не все дети учатся в физмат-лицеях, и не все учителя прекрасны. Вопрос именно в том, чем грозит вот в этой массовой системе образования уже фактически состоявшееся внедрение, вбрасывание сверху вот этого, давайте, надо, AI должен быть. Что с этим делать? Михаил, спасибо вам за эту реплику. Я в данном случае бы сказал по-другому. Ну, значит, первая часть ответа, как говорит кто-то из умных, пусть плохие лекции умрут в пустых аудиториях. А вторая часть ответа, которую Константин произнес, я бы воспринимал вот это внедрение сверху как спасительную палочку, что, знаете, как это, является, если уже много раз, вот сколько, да, твердили миру, если сами учителя не готовы посмотреть вокруг себя, выйти за забор и понять, что реальность существует, ну, так хотя бы через инструкцию. Коллеги? А вот еще вопрос был. Давайте последний тогда. Тоже такой Сергей, психфизиолог, лаборатория знаний. Вопрос-реплика. Мне очень нравится идея про две разные системы образования. Одна нормативная, другая направленная на развитие самообразования и поддержку вот с этими всеми развилками. Но есть в нем подозрение, что придется, чтобы эти две системы сосуществовали для разных людей. Просто банально на примере Skyeng'а мне поразили данные о том, что люди заплатили деньги, приходят на первое занятие. Зачем вы здесь? Только 10%, если не меньше, судя по рассказам руководства Skyeng'а смогло сказать четко, зачем. 60% смогло сказать, если им дать какие-то подсказки. Ну, может быть, вы экзамен хотите сдать, может быть, вам фильмы смотреть хочется. 30% даже с подсказками не могут сказать, нафига они заплатили деньги. Соответственно, требовать того же от детей, которые пришли в школу и даже от студентов. Ну, вообще странно, да? То есть большинство просто будут болтаться, абсолютно не понимая самообразование. Вы чего от меня хотите-то? У меня никаких целей, собственно, не стоит. И поэтому у кого-то они есть. Кому-то действительно надо давать искусственный интеллект как систему поддержки его, который действительно будет ему лучшим ментором. А кому-то придется... Никакого тебе искусственного интеллекта жестко запрещай любую технологию и слушай, что говорит учитель. Как думаете, возможно такая ситуация? Спасибо за это высказание. Отвечу максимально кратко, но длинно. Значит, первое. То, что я говорил, образование и обучение – это не две разные школы. Самостроение и самообразование. Самообразование – это способ, а самостроение – это картина мира, это стиль жизни. Поэтому это все прекрасно умещается в стенах обычной массовой школы. При условии, что об этом кто-то думает. Об этом кто-то думает. И никакое образование без режима обучения и подготовки быть не может. Потому что какая бы картина мира ни была, которому даже в зверь мешает пройти, ЕГЭ ему сдать придется. Поэтому режим подготовки, как способ упаковки своей гениальности в те форматы ответов, которые от него требуются на ЕГЭ, все равно потребуется. Поэтому здесь это не соперничество. Соперничество в другом. Что мы об этом и говорим. Чтобы люди могли отвечать на вопросы и ставить цели, они должны это уметь делать. А это развивается. У нас есть прекрасная программа называется трек мечты, где дошколят и начальные классы вместе с родителями. Проходит годовая программа. Они учатся сначала мечтать, потом превращают мечту в задачку, потом задачку в цель, потом в проект и доходят до результатов. Финишем этой программки является выставка продажа продуктов проектной деятельности дошколят. То есть те, кто пришел на выставку, голосуют рублем. Принципиально это сделали, чтобы уйти от разговоров продукт это или не продукт. Рублем проголосовал продукт. Поэтому мечтать надо уметь. К сожалению, многие школы сегодня с успешностью справляются с отбиванием желания мечтать. Вот если мы говорим про образование, то это сначала про мечтать, потом про счастье, про благополучие, а потом про все педагогические и другие технологии достижения Онова. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ